Я написал следующее. Сегодня мы о серьезных глобальных вещах говорим. Нужна мобилизация лучших садоводов-любителей, прирожденные таланты, вроде того же Алексейка вы видели, в науку. Вы знаете, ему, наверное, Алексейка 50-60. Алексей Иванович, ну не помню, я тебе даже говорил, сколько тебе лет. У меня памяти нет. Ну вид у тебя такой, я бы сказал так, я себя посадить за ректорский стоп в твоих очках. Даже не надо боксерские перчатки надевать. Ты должен взять вот так кулак взять, собрать всех этих кандидатов и прочих докторов. Вот так вот сделать, как грохнул по столу. Вот сейчас мы с вами начнем работать. Все, хватит. А каждый студент, если вы будете ректором в ВУЗе, у вас будет ездить по стране, захочет диплом получить, пусть по области, взяты по всей стране. И, наконец, найдет все, чего нет в садах и о чем даже не подозревает. А самые хитрые, продвинутые, поедут к Алексейка поклоняться, вот, поедут к Жильду, найдут родственников этого самого Боднера, да, родственников найдут Бродского. Вот. И еще нас тут несколько десятков. А в эту самую Брянский институт Плепина, где с таким, с такой, эти самые, звериной, звериной, звериной любовью уничтожают чересень, а потом говорят, это самый северный чересень в мире, не подозревая про Боднера. Вот. Разверенные технологии, чтобы они не могли двигаться на север. Вот. Вот. И вот туда бы я, Мезинова Олега Олеговича, вот, с офера дальнобойщика, я бы туда отправил бы директора. Вот. Это примерно так же, как Лысенко назначить академиком, вначале академиком, потом президентом академик. Простого Гранова. Вот это было бы дело. Постулат Жильзова. Селекция отбора лучших садоводов и лучших садов массового любительского садоводства в тысячи раз эффективной научных из-за нашей же массовости. Королевский сорт абрикосов в Сибири вызывает недоверие у обывателей и отрок науки. Любой сорт, я отвечаю за базар, любой сорт из Средиземного моря можно вырастить в моем саду. Любое. Все сорта Средиземного моря, они прошли правильно ледниковый период. Ну, а дальше все. Дальше все понятно. Я тут еще спросил, как? Ладно, отвечу. Абрикосов можно говорить, память о ледниковых периодах. Она в них есть. Я в прошлый раз говорил, нашелся молодой ученый, который все-таки доказал, что это самое ДНК это не железобетонная конструкция. Что там много вариантов плавает рядом с этим самым. С молекулой ДНК. А? Вот. А железа уже до этого 20 лет доказывал. И Бродский, и Бондар, и Латинко. Я на себя не гребу. Я вам еще не все это, не все эти, дома допривел. Подумаешь, неправильный персик, да? Королевский. Он еще и таким стал. Он расплылся, видели те фотографии. Ну, а вот, свидетели защиты. Если бы был бы сотый, сказали железом, как бы сказать, оклеветал наук. Вот при Сталине это могло быть. Кто-то бы поехал в лес рубить или я, или они. Вот. И даже позже уже могло быть так. Клевета. Понимаете? Клевета. И вот тогда бы, я вам сказал, ребят. Прибойтесь. Сейчас поменьше сделаю. Ну. Смотрите. Температура за 2 зимних месяцев. Проходили в тех фильмах. И раньше проходили. Ну. Ну и где разница? Где юг? Где здесь кусочек Украины? А? Ну. Еще два слова. За бедного гусара думал эти слова. Я взялся на свою обязанность все напоминать, напоминать до самой моей его до смерти. За его право уникального садовода. Его последние слова. Незадолго до смерти, когда я фотографировал его вот это. Константинович. Мой сыном. Посмотрите. Так просвертили все интернет. Меня нету. Как ему горько было. Он узнал, что он умрет. Представляете? Меня нету. Мы обменялись книгами. Я ему вот эту мою, он мне вот эту. Не прошло месяц, а книга ушла. Кто взял, кто не вернул. Он понавился на порядок. Нету мне книги. Вот этой. А мне начали звонить. Эту книгу надо бы найти, оцифровать. Я давай искать. Вот вспомнил. Вот у кого есть такая книга. А? Это наша Илья Матвеева. Моя духовная дочка, моя ученица. Илья Промашки. У нее есть книга. Кто хочет, тот ее найдет. Потому что есть такая. Называется питомник растений Василина. Там она, ее мама Наталья Матвеева. Вот. Найдете. А зачем найти? Да надо или оцифровать, или хотя бы переподографировать каждую страницу. Раз уж так получилось. В родственнике. Писал сыну, ответа нет. Звонил, ответа нет. Вот. Одно из его достижений, что у него выжил мой приведенный с укорени шорт. Самый крупный, который я в руках держал. 150 грамм. Но этот два раза меньше. Где-то грамм 70. Вот. Ну, сохранил же. А вернуть его 150. Поработай вернем. Дожить бы. Еще один вариант. Хватит описать себе, что вот это привито было мной по принципу. Манжурис, потом шел Королевский. Королевский, получается, донор, подвой. А вот этот был привит. Что с него сделалось? Вы уверите, нет? Похоже на Королевский. А меня мордой. Вот. Ну, это уже современный снимок. Вот. Не помню, что рука, скорее всего. А может, моя. Может, я на самом. Вот подвой, вот полевой. Это по вопросу взаимовлияния. Посылат Железова. Вегетативные гибриды – это не миф, а реальность. Но только в единственном экземпляре. Вот понимаете, мое открытие мирового уровня. Почему? Как развести по разным углам ринга? Я беру на себя страшную ответственность. Страшнейшую. Потому что больше некому. Потому что этим надо заниматься. Надо было сделать тысячи прививок. Надо было следить. У меня много фотографий именно в этом плане. Если когда-то я ранний Железовый. Я тоже бывал разный. Говорю, что мы делаем прививки, чтобы сохранить сортовые качества. Ну, с косточками не получается всё. Ну, вот. Что делать? Что делать? Прививать. И тогда мы сохраним. А потом я уже обеял об этом на весь мир. Ну, какой мир? Те, кто меня слушал. Те, кто меня читал. Вот. И сейчас говорю, надо только прививками заниматься. Хватит там этих сенсорных гибридов. Надоели. И у нас и так всё хорошо. Пятьдесят тысяч первый. Пятьдесят тысяч первый. Пятьдесят тысяч первый сорт. А по яблой нам не надо. Только деньги теряем. А здесь так. Проходят годы. Я с ужасом смотрю. Ну, уже эту тему закончу. Добившись идеального результата, я начал его терять. Это одна крайность. Подчеркиваю, одна крайность. И так. Прививая. Ладно. Не буду больше рисовать. Улюбовались. Привив на Маньчжуриц. Академик. А на Академика Королевский я получил этот шедевр. Видите? Моя линейка выдала мошенников, которые украли эту фотографию. Моя линейка. Это мое счастье, что я линейку использовал. Так вот. Это был шедевр. На следующий год шедевр стал таким. Делаю прививки. Я хоть и повторяюсь, но это надо. Нет. Еще не делаю прививки. На этом же. Вот уже такой. Вы думаете, все измельчал молекулы? Ну, измельчал. Ну, проходит лет 7-8. Он становится вот такой. Ничего общего. Смотрите. Ничего общего. Пропускаем. И вот это. Это же дело. Вот это. Оно же. Но. Это на второй год. А вот это у меня же все. Как бы сказать. Там. С циферками. А вот это еще несколько лет. Удержать не удалось? Не удалось. Но можно считать, что это, это, это шедевр. Можно. Делаю прививку. Я железу. 5 прививок. Может больше. Но удачи 5. Там. Вроде он. Вроде он. Вроде он. Вот еще какой-то. Как дальний родственник выглядит. Как сирота. Но этот получил на мелкий. Этот тоже хорош. Да. Какие-то черты проглядывает. Вот. Ну все. На месте. И наконец этот еще меньше. Я когда на эту фотографию говорю. Ребята. Когда наши придут. С руками. Уговорите. Стащите вас с крана. Оденьте наручники. И везите прямо в Москву. Чтобы там у президента Академии науки. Или у министра сельского хозяйства. Он написал заявление. И за него написали. Зарплата. Подпись. Высокая должность. Вот. Один из руководителей говорит. Темирезовки. И пусть все это туда переезжает. Ну и сколько можно-то. Ну сколько. Но они не то что этим не занимаются. Он там в голову не приходит. И тогда я написал. Ну. Повторяюсь маленько. Я же вернулся. Чтобы показать. Мне не удалось удержать. Это шедевр. Это одна крайность. Так. Одна. Но. Как я получал вот эти вот. эти чудеса получил. А это. Ну не это. А это. А это. А это. Самый первый край. Вот он самый первый край. Мы здесь сфотографируем. Вот. Вот. А это. Как я их получал. Это предельно. Эти цифры. Это предельно. Видите. Вот. Что будет потом. А потом они могут чуть-чуть потерять. Вот. Чуть-чуть потерять в этих самых своих. В размерах. Ну может быть. Моя стойкость тогда не теряет. А. Она даже увеличивается. Ну опять. Поколение за поколение. На манжурцы. И чего. Переживем. Нет. Ну давайте еще раз. Если вот такие будут. Переживем. А такой переживем. А такой переживем. Да в академиях то я об этом и не мечтали. Даже таких. Вот. А потом. Что нужно. Вернуть память о ледниковых периодах. И тогда их можно будет удержать. Почему. Потому что. Когда это было. Елена Садна. Вот. Когда я самая крупная фотография. Помните. У вас в руках были по 120 грамм плоды. А может по 130. Ну вот показывал. Это же был 2020 год. И 2021. Вот те самые крупные. Ну. Не догадался обстоятельства. И неудобно показывать одно и то же. Потеряли они крупность. Они еще больше стали. Ну и от урожая зависит. Согласен. Вот и все что я бы сказал. А вот это вот миф развеяли. Значит не надо ради какой нибудь там это. Коммерции. Ради конкуренции принижать коллег своих. Я так не делаю. Вот. Если вы не украли меня для фотографии. За что я буду вас это. Я буду вас уважать. Ну что. Сейчас у нас осталось 15 минут. Итак. Вегетативная гибрида не мифа реальность. И самое главное. Один из моих выводов. Самых важных выводов. Потому что. Я расталкиваю. Я развожу по разные стороны. Хоть это. Самомнительно. Как бы с таким наглостью. Самомнением. Я развожу. лысинковцев. Мичелинцев. По одну сторону ринга. А по другую. Так называемая генетика. Вот. Значит. Можно сказать. Правые те. Но правые те. Можно сказать. Неправые те. И неправые те. Итак. Вегетативные гибриды. Я вам показал десяток. Настоящие. Сто процентные. Помните. Слева. Набрекосинь. Вот. И хотите поверить. Надо чтобы они повторились в семенах. Тогда. Любой ученый скажет. Вот. Повторится. Вот. Эти. Вот. В семенах. Вот. Тогда. Это точно будет новый гибрид. А он не повторится. Тогда надо посадить 100 семечек. С этого вегетативного гибрида. И. О чудо. На двух. Трех. Пяти. Ну. Если. По. Допустим. По Мандалю. Двадцати пяти случаев места. Повторится. Но только на юге. А на севере. Не в пяти. Не в двадцать. Не скажем. В четвертом места. А. Может быть. Еще в десять раз меньше. Может быть. Только в двух. Трех. А можно ли считать это доказательством. Или нельзя. А. Вот. В том-то все и дело. Кто-то скажет. Можно. Кто-то скажет. Прихожу к выводу. Это мой важнейший. Один из важнейших вебинаров. Вот. Почему я отдельным фильмом не снял. Снял. Но. Вот сейчас выделяю этот момент. По той. По той причине. Что когда-то это будет в учебниках. И будет новое направление работы. Несколько направлений. только потому. Что. Я утверждаю. И я считаю. Что это истинно последней станции. Проверенная на моих сотнях опытов. Вегетативная гибридная реальность. Но в единственном экземпляре. Еще раз. Вот он. Вот. Вот. Этот супер сорт. Единственное. Вот он. Вот она реальность. А потом расположился. Вот. Хочешь сказать. Ну я что с тобой. Ну как сказать. Это же моя гордость. Это мое дитя. Как я могу сказать что с тобой. А. Я скажу. Как Папандополо. Помнишь. Как он говорил этому. Священнику. А. Забирай все деньги. Я еще нарисую. Вот я так же. Забирайте. Я еще нарисую. Ну а теперь пойдем дальше. Еще кое-что успеет. Вот. Есть тема уже чисто. Назовем их чисто. Учебная. Итак. В единственном числе. И. Эта часть. Сначала. Это важнейший момент. Вегетативные гибриды. Не мифа. Реальность. Но только в единственном экземпляре. В потомстве. Сеянцевом. Или в привычных гибридах. Они не повторятся. Не. Они все не могут быть похожи. У меня же много было похожих. Но это морозостойкость разная. А что морозостойкость. Это качество не относится к гибридному. А. Качество из гибридных. Ну. А потом я к этому товарищу. Который. Я как вам. Ярусно спорить. Что жализова. Значит. Привились. Там обманывают. Там это. И вообще. Это. Самое. Вот я его и пишу. Извинение не будет. Бог его просит. Такие ребята вред приносят. Не разобравшись. Или все таки была хитрость. Унестежить конкурентов. Вот это вред. Как можно этим не заниматься. Ну. Вы понимаете. Что я не за интернет. Это. Как другие. Он дергается туда. И целую статью напишут. Алина Александровна. Все ж ты поэтому будешь писать. Диссертацию писать. Ой что бы я сделал. Вот бы наши пришли. Чтоб тебя засчитали за докторскую. А доктор наук сразу кафедру. Сразу. А я бы еще лучше доктор наук. Ильин Александровна Савинич. Ведущая. Федерального канала по садоводству. Но созданного на века. Эх. Да. Только не смейтесь. Так. Вопрос был. Это. Еще успеваем. Что-то. Вопрос был такой. Дайте характеристику. Абрикосы. Сихота. Алинский. А я говорю. Усы и хвост. Вот мои эти характеристики. Так же. Как показаться. Кот Матроскин. В 15-й год. Посадил. Сиенцы. Из. Дальнего Востока. От Бродского. Бродский. Скромности. Запретил. Называть свою фамилию. На здоровье. Я написал. Абрикосы. Котонийский. Вот. В прошлый год. Врачи. Он был. Желтый. Какое. Это. Это. Свежая фотография. В следующем году. Он может опять быть. Желтый. И. Какие характеристики. На фотографии то он. Вон какой красавец. Еще вопрос был задан. На него можно поливать? Я говорю. Вот вы приедете. Потом нам скажете. Ну не хватает мне рук то. Все проверить. Невозможно мне это. Сколько из этого теряем. Заменил собой институт. Может быть даже. Все сибирские. Заменил. Хотя бы в этом направлении. Ну дальше. Не могу. Не тяну. Дайте денег. Содержать секретаршу. А. Смотрите. Какой у меня архив пропадает. Боже мой. Вот только. А тот. Который был в статье. Который был. Тысячи писем. Так и лежат. Там. Столько всего. Вот. Цифровать надо. Это все. Вот. Дайте кто нибудь денег. Содержать. Эту. Или хотя бы на пол ставки. Типа секретаря. А. Ой. Шучу.